Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Данали. И в сегодняшнем видео мы будем выращивать и покупать новую лошадь, звездокровную лошадь. Вы проходите в Star Stable Online с ней задания, а разработчики решили добавить этого милого жеребёнка к нам в приложение Star Stable Horses. Это ограниченное время. Вы можете в данный момент зайти в приложение и посмотреть, сколько именно времени осталось у вас до того, как акция на покупку данной лошадки закончится. Надо сказать, что лошадь и вправду очень необычная. Я очень люблю северо-шведских лошадей, и тут я вижу такую прелесть. Давайте же мы вырастим этого жеребёнка, купим его и посмотрим, как он будет выглядеть уже конкретно в игрушке. Вот мы и оказались в конюшне, где нас уже ждёт наш непокорный метеор. Здесь у меня стоит, как видите, Зюнька, а рядом с ним как раз непокорный метеор. Я их поставила чисто для сравнения, потому что обычно здесь стоит благородный ангел рядом с Зюней, её женишок. Но сегодня тут у нас стоит новичок, который просто необычен тем, что... Да, это швед, это шикарный, матово-отдающийся вороной швед, и у него синие волосы, синие хвост, и даже синенькое пятнышко. И у него шикарные глаза. Кстати, я случайно одела брюки под цвет его глаз. Это просто милейшество. Зовут его непокорный метеор. Давайте же поукаживаем за ним. Выглядит он точно так же, как самый обычный стандартный швед, кроме его окраски. И кроме того, что это самый первый конь в приложении Star Stable Horses, который имеет определённый тайм. То есть, вы не сможете его купить в любое время года, в любой год. Нет, он имеет ограниченное время, по которому вы можете взять его и вырастить. Давайте же возьмём, сядем на него. Я вообще очень люблю шведиков. Это самая близкая порота для меня в Star Stable. Наравне с хаффингерами и мистандами. Но шведов, наверное, я люблю больше всё-таки. Вот. И давайте же оденем его в какой-нибудь подходящий под него амонку. О, кстати, ему идеально подходит комплект из магазина спирита. Да, он просто шикарен. Посмотрите на него. Просто волшебен. Мало того, что это звездокровный конь, так они вроде бы называются, так он ещё идеально сочетается с этим комплектом. Это просто, знаете, такое очаровательное комбо. Сейчас она загрызится, и мы посмотрим, как вообще он выглядит на природе. Это не магический конь, у него окрас не исчезает. Это очень хорошо. Но выглядит он просто шикарно. Просто шикарно. Я вообще в шоке от него. То есть в течение пяти дней, если я не ошибаюсь, из маленького же ребёнка вы получите вот это. Условия, сколько вообще этот конь будет в продаже в приложении, вы можете посмотреть в самом приложении. Так что, если он вам нравится, вы любите шведов, давайте, пеките, выращивайте и покупайте, пока акция не кончилась. Потому что он классный. Интересно, а в темнете как-нибудь его грива вообще выделяется? Было бы классно, если бы она слегка подсвечивалась. Ну, нет, нет, никакой разницы нету вообще. Ну, всё равно он не менее классный от этого. Он очень классный. Теперь у меня в коллекции три шведа. Я думаю, что обойдусь одним. Ну, максимум двумя. А тут неожиданно старты был. Выпустили мне вот такой сувенирчик. Моделька у всех шведов одинаковая, поэтому я не вижу смысла показывать вам её. Ну, тем более у меня подлагивает слегка. Но я очень довольна этой покупкой. Конь вышел реально классным. Вообще спасибо тому геймдизайнеру, кто придумал стилистику и окрас этой лошади. И спасибо тому, кто выдвинул идею от того, что нужно в приложение добавлять. Что вообще в игру нужно добавлять звездокровных лошадей. Посмотрите на него. Я даже не буду ехать и смотреть, какие у него прически. Хотя нет, знаете, я поеду, но чисто потому, что я хочу узнать, как будут выглядеть эти синие полоски в других вариациях причесок. Но менять ему прическу я не буду. Так вот мы и приехали. Давайте же посмотрим его прически. Ага, смотрите, тут маленький глюк произошёл. У него изначально длинный хвост. Но здесь у нас показывается, что хвост вот на этой иконочке длинный, но по факту он делается коротким. Кстати, смотрится не так уж плохо, но я ему всё-таки оставлю длинный хвост. Так, дальше что у нас? Дальше у нас идут прически. Стриженный. Смотрите, на одной стороне остаются буквально несколько прядей. Что же у нас выглядит, как у нас это вообще выглядит на другой стороне? На другой стороне тоже остаётся две пряди синего цвета. То есть, по факту, ничего не меняется. У него остаётся точно так же всё. То есть, у него две одинаковые почти стороны. Ну, кроме чёлки. Дальше шишечки. Шишечки выглядят очень интересно. Они слегка переливаются с синеньким. Но именно синих шишечек, к сожалению, нет. Хотя было бы классно, если бы около чёлки было бы с промежутком в одну-две шишки. Именно синие шишки. По цвету его полосок. Дальше зачес на один бок. Подними, пожалуйста, голову. Хватит есть. Вечная проблема у меня со шведами. Они всегда едят, когда я смотрю их прически. Ветер, ну подними голову. Давай. Молодец. Вот так вот выглядит. Кстати, тоже неплохо. Но от этого он выглядит более немагично. Таким именно тяжиком. Хотя он и так тяжик. Потом вот такая прическа. Ветер, прошу, хватит есть. Ты ещё успеешь накушаться. Я даже, возможно, плачу тебе еду и буду сама тебя кормить. Подними голову. Так, прически. Ну, в принципе, всё, да? Ничего тут такого интересного. И я ему менять прическу вообще не хочу. И не вижу смысла. Кстати, хвосты. Значит, вот так выглядит на короткой стрижке. Вот так выглядит на шишечках. На средней длины волосах. На длинных волосах. Ох, какой хвост остановится. Прям пышный-пышный. Ну и короткий хвостик. Так что нет, я не вижу смысла ему менять прически. И вообще, зачем ему что-либо менять, раз он просто шикарен сам по себе. Я даже знаю, где я хочу слегка покататься на нём. Где же ещё на нём не кататься, как мне в дундуле. Пока что самой мистической территории не считаю Пандоры. Ну какой же классная цветка. Какая классная масть. Я даже не знаю, как она называется. Вороная всё-таки это или какая-то другая. Потому что я уже поняла, что название масти есть столько, сколько мне не снилось. И уверять, что вороной это вороной, я уже боюсь. Комплект просто идеально на нём сидит. Я не помню. Вальтрап только не из комплекта Спирита. Но уздечка и седло из магазина Спирита. Поэтому любите покупать их, если вам понравился комплект. А потому что 29 мая Спирит уже всё уходит. Классный конь. Очень классный. Волшебный. Просто... Но он по сути он и есть волшебный. Он звездокровный. В общем, ребятки, спасибо, что вы были со мной в этот замечательный день. В этот замечательный, магический, я бы даже сказала, покупку. С вами была я, Данали. И мой конь новый. И первый звездокровный конь. А я чувствую, что их будет ещё много после всего этого. Непокорный метеор. Не забывайте чистить ваших лошадок. Тренировать их. А также угощать морковкой. Всем пока. Удачи вам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...